Христос посреди нас, мои родные, любимые, христолюбцы, все братья и сестры во Христе. Всем желаю радости и веселья в Господе. Всем желаю преобразиться в Христов образ и вырасти в этот совершенный возраст. По его образу, его примеру, его пути, его учению. Ну что, с добрым утром. Вы, правда, видите этот ролик в обед, когда я загружу. А я вот завтракаю, буду пить кофе и отвечать на вопросы. Сегодня я, конечно, запишу такой последний ролик по поводу того, что всякого этого злобства выкладывать хватит. Я, как вам говорил, цели были разные. Я хотел поделиться с вами внутренней стороной сокрытой проповедника, блогера. Я хотел дать это в пример, хотел дать это в назидание, потому что, вы знаете, призываю тоже людям проповедовать плохо, хорошо, как умеете. Всеми средствами, какими умеете. Ну не только, какими умеете. Если делать только то, что умеем, никогда ничему не научишься, да. Что-то надо пробовать, экспериментировать, всегда чему-то учиться. Я думаю, что это важно для роста любого человека. И плюс, конечно же, ну вот разный хотел, цели преследовал, показать вам это. Пастырь полагает души за овец своих, да. А уж тем более, когда души-то не требуется полагать. Я не хочу, чтобы на самом деле вы всю эту грязь тоже слушали, там читали. Зачем это все надо? Ну, иногда надо немножечко горчинки, чтобы все слишком сладко не казалось. Основная даже цель была, конечно, я говорю, пример показать. Показать, что происходит на самом деле. И чтобы вы были готовы. Тем более, я говорю, кто... Ну, у многих из моих братьев-сестер и так вот. На самом деле, христианин, который по-настоящему живет в Евангелии. А в чем его Евангелие? Как оно будет заметно людям? Если ты будешь церквоходом, там, даже Библию читать дома. Кому это надо? Кто тебя напряжет? Вот если ты начнешь любить ближнего, у тебя взбунтуются все. В доме, родственники. Тем более, ближний. У тебя станет не только твои родственники еще, а все люди на земле, которые сейчас в области твоего видения. Растанет твоего слуха. На вытянутую руку от тебя. Да, начнут беситься все. Родственники, друзья, знакомые, сослуживцы. То есть, ты начнешь радоваться жизни. Даже когда у вас все плохо в семье. Мужа увольте, жену, с детьми что-то случилось, с родителями. А вы будете радоваться. Конечно, они этого не поймут. Они начнут беситься. Если вы будьте мирны и спокойны, тоже начнет все. Если вы начнете жить по Евангелию, конечно же, всех вокруг начнет это бесить. Потому что мир лежит во тьме. Князь этого мира, сатана, и его приспешники, слуги, сработники никогда не дремлют. Но нам не безызвестны его козни. Поэтому мы вот знаем, чем они занимаются. Поэтому вот у многих моих братьев и сестер, конечно, домашние гонения. От домашних, от родных, от близких, на работе. Ну, вот у меня нет гонений. Там от каких домашних я живу. Один с кошками. Нет у меня там никаких сослуживцев. Я вот в интернете уже сколько лет. И в частности проповедую. А сейчас и только этим и занимаюсь. Ну, вот у каждого своя. Поэтому я, кстати, особо-то тоже не жалуюсь. Христианин без гонений – это не христианин. Господь сказал, горе, если все люди будут говорить о вас хорошо. Значит, ты просто... И это не в том смысле, что хорошо, что о тебе плохо говорят. И чем больше, тем лучше. Нет. Ну, это, конечно, понятно, что как такое может быть. Если о тебе будут все говорить хорошо, скорее всего, ты просто лицемеришь. Там под кого-то подстраиваешься или еще что-то подобное. Всем, на самом деле, не угодишь. Вот. Но все это у вас, я говорю, у каждого свое время. Если вы действительно живете евангельской жизнью, если вы в ней возрастаете, скорее всего, у вас есть своих испытаний. Хватает в этой жизни, да? Поэтому я, конечно, все не хочу выливать. Но, с одной стороны, я вот вам показал, да? Кто, вы помните, уже мы небольшой путь прошли. Вот недельку мы пописались, да? И уже на практике увидели, что, конечно же, ведь даже вот такой ответ, я не пишу там километровых комментариев. Очень редко я что-то пишу, где можно кратко дать ссылку, как-то ответить. Вот. А видеоформат это мой. Что толку-то? Вы представляете, сколько, вот если разложить какую-нибудь скайп-беседу, полчасовую даже, на сообщение? Это сколько мы будем переписываться? Десять лет какой-нибудь вопрос выяснить? Я для всех доступен. Мои контакты всегда вот на экране у вас, в описании к ролику есть. Везде меня всегда можно найти. Пожалуйста, звони. На раз, два, три мы сразу поймем, кто что есть, кто кому что от кого надо, и что нас дальше, какой совместный или раздельный путь ждет. Вот и все. Пять минут достаточно порой поговорить. Если это противник там или еще кто-то, я говорю, десять минут хватит. Полчаса. Час, если вы в нормальном более-менее состоянии оба. И все можно сразу выяснить. Поэтому я, конечно, сторонник общения по скайпу, что по каким-то вопросам, даже выяснениям, даже поискам любых. Комментарии это вот эти вот на ютубе. Сейчас мы будем опять разные считать, что типа вот, тут же надо. Ведь нам же дали, я уже в прошлом ролике это объяснил. Если вам дали возможность писать ютуб комментарии, то мне ютуб дал возможность банить вас и блокировать, и удалять. Как вы пользуетесь тем инструментом, который дал вам ютуб, я пользуюсь теми инструментами, которые дал мне тот же самый ютуб. Это площадка для обоих, и мы с вами по разную сторону. Точно так же, как вы пишете их, точно так же ютуб дал мне, как автору канала. Такие инструменты. Точно так же, как у вас есть инструмент комментариев. Поэтому, да. Говорить не как я ими должен пользоваться. Вот вы станьте проповедником, причем обличителем лжеучений и грехов человеческих. В общей массе. Я посмотрю, как вы там выдержите, и что вы будете делать и писать. Что блокировать, что не блокировать. Вот. Поэтому, немножко посмотрели. Я говорю, я по большей части это хотел дать в назидание. Мне-то что это дает. Я точно так же действовал бы. Я бы даже, если это амнистию произвел, потом бы их бы по-быстренькому обратно отправил. Вот. Многих-то я запомнил. Все равно, кто там с кем-то было. Может какие-то... Тогда, может быть, связь какая-то в скайпе. Или переписка грубая. Кто-то запоминается, кто-то нет. Я говорю, некоторые туда вообще в спам отправляются. Но я заметил, что если они потом удаляют свои аккаунты, или это спам вообще прямой, или вот это какие-то люди там нехорошие, то они, кстати, по-моему, пропадают тоже из-за блокированных. Просто эти аккаунты пропадают, если люди удаляют, или и Google их удаляет, эти аккаунты. Они, по-моему, пропадают. Вот. Так что сегодня, в принципе, такой последний, можно сказать, ролик, из которого, наверное, одна грязь льется. Вот. Но мне хотелось поделиться, чтобы вы и мою жизнь узнали, и, в общем, посмотрели, кто-то, кто будет, может быть, когда этим заниматься, когда-то мой опыт в жизни вспомнится, пригодится, конечно, это путь тернистый, непростой. Вот. Но Господь сказал, что будут бить и вас. Меня называли Вильзеволом. И вас будут. И более того, когда вот это начинается, там, да, ты стой и помой себе на голову, терпи. Да нет, родные. Господь сказал, придите, скажите слово. Нет. Погонят вас, бегите. Вас в одном городе бьют, бегите. Отрясите прах на них, и все. И вы не виноваты. Сейчас в этом мире интернета это понимается элементарно. Ты берешь и закрываешь человеку дверь и доступ к себе. Вот и все. Потому что если мы все будем от таких ангелов сатаны убегать, тогда мир вообще тьма поглотит. Надо пользоваться теми инструментами, какими дает нам этот мир, и пользоваться ими во благо. Долбит тебя, кто-то закрой, и все, ему доступ к себе. Точно так же, как ты уходишь. Вот и все. А что ж теперь из-за первого ангела сатаны жало вплоть с ютуба уходить? Нет, конечно. Закрой его, и все. Его завтра не будет. Может, на этом свете вообще. Что толку-то из всего этого переживать-то? Вот так вот. Так что сегодня еще почитаем. Но опять же, вы же видели, как мы уже, я вам показал, что тоже кому-то ты можешь ответить, и человек может принять это. Потому что все живут со своим мировоззрением, со своим пониманием. А порой действительно кто-то искренне заблуждается, кто-то не понимает. Не то, что не заблуждается, а не понимает вообще. Ну, естественно, мы живем, что-то делаем, что-то говорим. Ошибаемся или еще что-то. То есть кому-то твой ответ может помочь. И я говорю, что теперь я буду не отвечать? Ну, рубрику завел, буду, да. Но я буду это делать, как и раньше делал. И всегда живу по духу. Лежит душа, я отвечу. Я понимаю, что есть надежда, допустим. Мне хочется там ответить. Что комментарии не супер там, понятно, противящиеся. А если я вижу сразу или духом чувствую, что все, это просто провокация, да. Это обычный троллизм, как его называют, да. Вот. Или просто, или это риторические вопросы. Или человек просто тебя напрямую злослоит. Или я уже вижу, что этот человек, вот сейчас мы увидим, просто сто аккаунтов заводит, и тебя с них просто будет мучить. Зачем это надо? Я буду каждый даже не... Зачем я буду вам все это показывать? Забанил, да забыл про него, да и все. Я же вижу, что это один и тот же человек. Либо каким признаком, либо еще что-то. Вот так вот. Ну, поэтому что-то я, получается, все равно буду. Но они, я говорю, не будут каким-то. Я буду видеть, что это, в принципе, человек. Так, я говорю, есть надежда, что мы, да, можем стать в одну плоть, едино в тело Христово. Тогда я, конечно, буду отвечать. Но в основной своей массе я, конечно, начну уже сам это делать, как всегда дальше жить своей жизнью. Вот. Банить я их буду жестоко, жестко, как хотите. Вот. Все это, это ни о чем не говорит, что я не люблю людей. Просто я вот эту чушь по утрам с чашечкой кофе читать тоже не собираюсь. Сейчас мы будем читать, мне кто-то пишет. Да нет, пусть пропускают. Да, конечно. Ты заведи себе канал и пропускай, что хочешь. Я вместо завтра... Чего такие проповедники злые? Да ты почитай вот это с утра, я посмотрю на твое настроение в течение дня. Ведь все это в голове осаживается. Ты весь день будешь в голове ему отвечать. Кто это опытом проходил, тот знает. Зачем мне это? Зачем? Отвечай, в смысле, даже не на вопрос, а на его вот этот какой-нибудь злобный комментарий. Вынос тебе мозга. Как ты будешь что-то делать? Ничего. Вся твоя проповедь какая-нибудь ты захочешь сказать или там записать. Ты будешь по сути косвенно отвечать этому человеку. Хотя он, может, твои ролики другие вообще не смотрит. Там вот по писанию я читаю, чем и собираюсь заниматься. Эта внутренняя жизнь обязательно отражается на человеке. И я в этом для себя не вижу ничего хорошего. Господь сказал, если брат твой или сестра соблазняют тебе, отсеки их. Лучше тебе одному войти в Царство Небесное, чем вместе в ад покатиться. Вот я этому примеру и учению Господа поступаю. Сам Иисус тоже, он не особо оторвался на рожон. Да, где приходил, тоже проповедовал. Его гнали, уходил. Когда его искали убить, он вообще уже не ходил выйдем. Пошел туда уже в последний раз перед той чашей, которую уже готов был выпить, когда пришло его время. А так тоже уходил оттуда. Все написано. Мы видим, что ученики ходили где угодно. За Иорданом в Десятиграде. Опять по Самарии, по Галилее. Уже не ходили в Иудей. Все, его уже положили. Все знали, что ищут, чтобы убить его. Но он еще некоторое время проповедовал и ходил. Уже не ходя в Иудей. Вы помните, когда пошел воскресать Лазарь, уже все, пришел час его. Это уже последнее событие. Петр и ученики удивлялись. Ты куда идешь-то? Куда ты идешь? Говорит, давно ли искали тебе Иудея убить? Вот. Ну ладно, давайте почитаем, что там есть. Вот к ролику о православии и протестантизме, о лжеучении. Человек написал мне много вопросов. Я же понимаю, что вопросы риторические. Что было внизу комнаты, где Иисус совершал Пасху? Ну, кто знает, у меня целый плейлист. Уже там, наверное, сколько роликов. Потому что все ролики, которые по Писанию новые появляются, в принципе, об одном и том же. Говорю, у меня есть ролик о теле Христовом. Хочешь, дорогой мой ролик? Ой, плейлист на канале. У меня есть тело Христово, его плоть и кровь. Пожалуйста. А если ты не знаешь, вкратце тебе скажу. В Евангелии написано, что это был обычный ужин, точно такой же был, как каждый день. И проломляет точно такой же хлеб, как и каждый день они ели. И пили точно такое же вино, которое каждый день пили. В символ Господь дал, что хлеб – это символ жизни. Вино – это символ и радости, и крови, жертвенной любви, жертвенной деятельной жизни. Вот и все. И обычному человеку, у которых не было еще ни бумажек, ни Евангелия, Господь заповедал творить это. В его воспоминания, воспоминания его жизни, его учения, чтобы люди не забывали. Это был естественный процесс. И, кстати, завтра как раз в прямой трансляции, если Бог благословит здоровьем, в 15.00 по Москве. Есть как раз у меня там один вопрос о вот этом преломлении хлеба по интернету. Завтра мы об этом поговорим, делаю такой анонс. «Где причащаешься сам? Кто причащался?» Вы же придумали это слово. Вот он сначала спросил, что было. Вот там не было никакого причащения. Причащаемся к Божескому естеству, а потом его ученик под названием, под именем Петр, сказал, «Веря, показывай любовь». Таким образом мы причащаемся к Божескому естеству, и нам открывается свободный вход в небесное царство Господа и Бога нашего Иисуса Христа. Вы это слово же придумали, вы же слово это впихнули туда. Никто там ничего не причащался. Нигде этого не написано. Господь умывая ноги Петру, что он потом, разумею, написал свое второе предсмертное послание, и там употребил это слово как раз. Господь умыл ему ноги, сделал акт любви невероятнейший, который исполняли рабы, а он, будучи Господом и Учителем, всем ему умыл ноги после улицы. И сказал, что кто будет делать так же, по моему примеру, образу, тот имеет часть со мной, часть имеет тот, кто творит дела любви. А вы впихнули это слово и манипулируете языческим учением этим, вот и все. Почему используешь крест православный? Господи, вы авторские права скоро на все напишете. Что значит крест православный? А ты вообще мне докажешь, какой был крест, на котором был распят спаситель наш? Может, он вообще на столбе висел? С чего вы взяли, чтобы это была перекладина? Многих распинали на столбах. Кто изучал этот вопрос распятия, производился разными способами. Да вы никогда в жизни не сможете доказать, как оно распиналось. И палочку одни так, другие вот так, эту там нижнюю, и из этого готовы глотки друг друг грызть. Православные, неправославные. Да мне вообще все равно, какие вы там православные или нет. Вы что, авторские права на крест Господень написали? Это вот как я видел ролик, когда они там сейчас вот с этим каноном, а не насуются. Да я не верю, что это вы его составили. А кому ты кости перемываешь? Да я никому не перемываю. Вашим лживым учением вот кому я перемываю косточки. И все разбираю по полочкам, в отличие от вас. А не просто все хорошо или все плохо. Все это делаю в соответствии с Евангелем. В каком сатанинском сборище ты сам? Вот именно, что я ни в каком. Я в теле Христом. Я его член, его часть по своей жизни. Откуда у тебя в руках Библия? Кто дал тебе канон? Да никто. Я не верю в вашу лживую, церковную, государственно-религиозную историю. Не верю я в нее. А то, что я ее купил в церковной лавке православного капища, это же ни о чем не говорит. Оно бы дошло до меня и так, и без вас. Вас на земле-то, господи, православных, если даже верить в ваши статистики, и то далеко не русских, а всех на свете, каких только нет там языков и народов, 300 тысяч, католиков больше миллиарда, протестантов столько, что и вас. И они доносят Евангелие. Что дальше-то? И я не верю, что это вы там в пятом веке на каком-то соборе, вы сами себя, кстати, обличаете, какой-то собор, не вселенский, а вообще поместный, вдруг решил собрать канон. Вы сами в это, что вы говорите-то, верите? И я не верю, что это вы сделали. Это лживая, церковно-государственная история. Я не верю в нее. Что это делали вы. Вот и все. Не вы, так другим. Истина, истина неудержима. Вот и все. Кто бы ее не пытался заткнуть. Поэтому я вам туфли целовать не собираюсь. И тем более, если вы за меня за это спрашиваете. У вас тогда нет никакой любви, что вы мне дали эту благую весть. Никакой. Если ты потом за меня готовь меня рабом ради нее сделать. Бог бы тогда и без вас меня просветил. Мое время пришло просто в жизни. Когда я уже от грехов устал. Вот и все. Надо было. Мне бы Господь как Павлу явился с неба. И Евангелие я принял бы и научился не от человеков. Что в принципе, кто мою историю знает, и я еще и буду рассказывать. Практически так и произошло. Я буду, кстати, сравнивать именно с этим понятием. Я, кстати, Евангелие принял без всяких заквасок. По твоей логике ты самолюб. Ну, понятно. Но это по твоей логике. Которую ты выводишь на основе моей логики. Скоро ты сам поймешь, кто в тебе на самом деле. Пусто Емеля. Женька. Где? Уже дал понять, кто в нем. А пусто Емеля. Женька уже дал понять, кто в нем. Ну, а сам-то ты кто? На твой канал переходишь. И кто ты? Кто ты есть-то? Миро Оукинс. Это что? Зеркало океана? Как это переводится? Да никто. А ты кто? Пусто Емеля. Вот что на твоем-то есть канале? Кто ты есть-то? Кто ты? Где ты светишь? Чем ты светишь? Покажи мне. Ты меня судишь. Пишет. Я думаю, что блокировать смысла нет. Пусть высказывают свое мнение. А ты имей свое мнение. Блокировать это не выход. Давай аргументы. Это есть общение. Ну, вот. Борис Ромов что только не писал. То не надо читать. То я уклоняюсь от истины. То не надо теперь блокировать. Надо. Мне YouTube дал эти инструменты. Я хочу ими пользуюсь. Вот и все. Что значит? Надо, не надо. Да пусть несут свою ахинею, где хотят. Площадок, море. Я что, с утра все это должен читать, что ли? Оно мне надо. Это все. Ничего мне это не надо. Я изборочно читаю. Их намного больше, конечно, пришло. Я говорю, многих я жестко буду банить. Я не хочу все это читать, мне это не надо. В дом не лезешь, а в душу лезешь, уча людей злому в интернете. Это я злом учу в интернете. Ну, наверное, это Елена Черевич ни одной моей проповеди не слышала. Общество для того и существует, что зло на всех распространяется. Даже словесно. Какое общество? Рот никому затыкать не собирается, но блокирует, чтобы люди не имели возможности говорить. Супер. А что, от моей заблокировки у вас рот замкнулся? Или что? Или его иголка с ниткой зашила? Это моя дверь. Это такое же мое личное пространство, как и мой дом. И я спокойно могу перед носом вашим закрыть дверь. И по закону, если вы пойдете, в Америке вообще стреляют спокойно. Да, я рот вам не затыкаю, пожалуйста. У тебя есть, вот, Елена Черевич, свой канал? Вот тут ты можешь сколько угодно открывать свой рот. Сколько угодно. Я смотрю, даже какие-то ролики есть. Что тут за ролики? Ну, судя по картинкам, это не авторские видео. Или она за кадром что-то говорит. Вот и говори, пожалуйста. Я говорю, я всем разрешаю. Можете поносить меня. Нарезать мои ролики. Я даже жаловаться не буду. Кто меня знает, и так уже делали. И резали мои ролики, где-то выставляли. Конечно, я не пользуюсь такой популярностью, как многие блогеры. Но я даю полное разрешение. Вот сейчас вам. У меня все ролики с лицензией Creative Commons. Это на ней написано. Вот под каждым роликом, там если открыть. Кто не знает, я вот это публично покажу сейчас. Мы вот ролик открываем. Чего ты так долго? Где тут это написано-то? Где должно быть в описании, по-моему. Вот написано. Лицензия Creative Commons Attribution. Разрешено, повторно использовано. Есть там можно разное выставить лицензию стандартную. Есть вообще авторские права, можно объявить. Я этого не делаю. Вот под каждым роликом это написано. Это, конечно, можно поменять. И потом вам прилетит претензия от YouTube. И ваш канал могут забавить по моей жалобе. Но я этого делать не буду и в ручном режиме. Делайте, что хотите. Режьте. Давайте комментарии на мои ролики. Закадрово, кадрово. Как хотите. Мне вообще без разницы. Я рот не закрываю. Лишь закрываю дверь в свое сердце. Вот и все. Это мое личное пространство. Я говорю, и целыми днями нараспашку вот так в нее помои впускать всякие. Я не хочу. Я говорю, многие уже слышали, что мне пишут. И это же далеко не все. Близкие мне люди, мои родные братья и сестры. Любимые сердца, дорогие. Я скидываю им иногда и делюсь беседами, которые мне звонят. Мне такое говорят. Звонят. Я говорю, мне и пьяный, и укуренный, и во грехе полностью погрязший во всем, чем только можно. И при этом хочет поговорить со мной о слове Божьем. Он его так любит. И мозг мне выносит. И орут там тоже до бешенства, до пены изо рта. Я тоже с такими людьми прощаюсь. Я говорю, давай. До царства небесного краями. Я, как многие любят, тебе суды не выношу. Я понятия не имею, где ты будешь. Может, ты завтра покажешься. Но извини, сегодня на этой земле мы пока пойдем разными дорожками. Вот так вот. Кому я рот затыкать? Да, не собираюсь. Но блокирую. А что, блокировка моя. Инструмент, данный мне Ютубом. И мои права свободы Богом. Я каким образом должен его проявлять? Вот я так его и проявляю. У вас возможность есть говорить. Вон, у тебя мы даже перешли. Я говорю, давайте кликнем. От мира сего. Что тут за канал? Что у нее тут? Здравствуйте. Вот. Вот. Ролик с подкастом. И, скорее всего, она вон цитирует. Чье-то там она смотрит. По поводу каналов Александра Синицкого. О! Вот она дает свой комментарий по Александру Синицкому. Кстати, я даже после этого ролика обязательно послушаю, что она говорит. Пожалуйста, дорогая, как тебя зовут? Елена. Если это настоящие все имена. Пожалуйста, разбирай мои каналы. Я что-то не удивлюсь, если завтра появится там и видео про меня. Собчак. Приключения в интернете. Вот. Ты ведешь свой блог. И молодец. Я даже подпишусь на тебя с удовольствием. Тебе еще и сделал рекламу. Пиар. Елена Чирич. Пожалуйста. Это моя дверь. Вот и все. Моя личная дверь. Это мое личное пространство. Ты меня можешь где угодно поносить. Я не там не буду под комментариями воевать ни с кем. Не оправдываться. Кто меня знает и кто уже так делал. Я говорю, только ссылку дайте на мой канал. Где так делали. Я обычный комментарий приписывал. Это я. И давал ссылку на свой канал. Только потом почему-то и ролики пропадают. Я замечал. Повисят, повисят и удаляют. Я не то, что злом на зло. Я добром отвечал. Я там писал. Братья и сестры. Этот злостный еретик. Это я. Кто видел это, тот знает. И все. И пропадали все. У меня есть ролик на ютубе. На лаве. Вот здесь. Называется. По-моему, как это. Моим любимым имиджмейкером. Я его назвал. Я там вот это, что сейчас говорю, все сказал. Делайте, что хотите. Вот так вот. Ну и вот этот вот опять вот Леонид. Теперь избранный, рожденный. Слышен. Он переделал новую регистрацию. Я вам говорю. И будет писать. И мне еще говорят. Это не важно, кто там. Да важно. Это люди. Я не знаю. Одержимые, что ли. Он даже назвался опять так. И комментарии опять точно такие же. Единственное, от мата стал пока воздерживаться. Пока. Там четыре он написал. Я его забаню. Человек себя повел. Он же открылся. Кто он такой? Он что, изменился за три часа? Он через полдня там сделал новую регистрацию. Удалил все свои комментарии. И давайте мы почитаем, что этот Леонид мне пишет. Переделов вы все видели. Еще раз. Пройдемся по Леониду. Избранный, рожденный свыше. Вы помните, что этот избранный писал? Он мне еще, я не знаю, он то ли делает вид, что я совсем дурак. Он пишет. Здравствуйте, Дмитрий. Вы боитесь сказать свое мнение про девятьярова. Потому что девятьяров вас будет поливать грязью. Он мне пишет такое ощущение, что он ничего не понимает. Ты даже назвался. То же самое. Я что, на дурака похож? Я имею в виду. Он так пишет скромно, аккуратно. Да я уже знаю, кто ты. Ты вчера такую грязь лил на людей. Такую матершину, такую злобу. Я же знаю, кто ты. Я не хочу вообще от тебя никаких вопросов. Не хочу, да. Я имею на это полное право. Я понимаю, что этот человек исполнен греха. Просто элементарного греха. Бог дает второй шанс? Да, дает. Но надо время. Потому что я знаю, что в человеке. Он же сам открылся. Сейчас ты начнешь с ним. И зачем вот это? Вот сколько он будет? Человек пишет по сто сообщений. Давай в скайп. Я таким людям сразу предлагаю в скайп. Уже все это уже понятно. Сразу все станет ясно. Поэтому я даже отвечать не хочу на все это опять. Девятьярова. Так. Дмитрий, не судите, а людей, которые за кадром судить можно. Кто за кадром-то? Да никто. Просто никто. Вы, Дмитрий, человек ранимый. Но все же прошу вас набраться мужества и поговорить с нами простыми людьми. Это он все один за одним комментарием пишет. Все вот они, видите, 16 часов назад. Слабые людишки боятся комментариев. Низость еще себя называют войнами. Это он все про меня пишет. Причем эти комментарии один за одним. Его подкачивает. Он начал вроде бы с одного. Его разносит, как и в прошлый раз. Заканчивает. Он пять комментариев написал. Сейчас вы видите, тут просто отвечают. И они немножко разбросаны. Я же их не стал. Я их себе пропустил. Лицемер ты, Дмитрий, все. Подкатывает. И я тебе скажу, почему. Сказал он, почему. Эти все сообщения написал в одно мгновение. Все, вы видите, 16 часов назад. Он их прям писал. Но там, когда они свежие выходят, там даже минуты написаны. 9 минут назад, 10, 11. Когда уже переходит в часы. А когда перейдет в день, здесь будет написано 1 день назад. Он их написал там буквально с разницей в 5 минут. Ну, писал один за одним. У меня они так и появлялись. В одобренных. Чем он закончил? Лицемер ты, Дмитрий. Хорошо, я не стал на первое отвечать. Про Девятьярова Женю опять. Лицемер ты, Дмитрий. Я тебе скажу, почему. Он уже 16 часов говорит. Как эти настрочить? Так ты настрочил. В одну минутку уместился. В 5 минут уместился. И все. Где? Лицемер ты, Дмитрий. Я тебе скажу, почему. Почему. Да не почему. Что? Слова закончились на последнем комментарии. Что я буду вот это целыми днями читать? Вам это все на голову, моим родным, любимым поливать? Нет. У вас своих у всех хватает. Я знаю, кто действительно живет евангельской жизнью, проповедует. Это я что, должен целыми днями читать? Нет. Я прям беру и баню этого человека. Более того, он завтра создаст новую регистрацию. Я больше, конечно же, вам этого показывать не буду. Он будет этих регистраций до бесконечности делать. Вот и все. Если людям заняться больше нечем, так это все и будет происходить. Так. Ну ладно, все. Ну вот тут с одним человеком я тоже не знаю, что он хочет. Ладно, это я. Время покажет. Так что вот такие вот дела, мои родные и любимые. И сердцу дорогие христолюкцы. Нет в нас никакой любви ни к кому. В частности, есть разница огромная между толпой, между конкретным человеком, который душа живая, между вот этими вот безликими аватарками. Это огромная разница. Огромная. Я к тебе ничего вообще не испытываю, потому что я тебя не вижу. Я тебя не знаю. Ты кусаешь меня под безликой аватаркой. Жалите меня. Это огромная разница. Огромная. Причем это не я вас, а вы меня. Я вам отвечаю просто вот и все. Даю ответ вот именно. Когда вы не понимаете, я вас баню. Вот и все. Простая схема. Че тут нового-то? Точнее я вам вламливаюсь. Я, в отличие от вас, никогда никаких комментариев гадких не пишу. Никого не сужу, тем более публично. Я говорю, вас никто... Вас нет за... Вы удалили эту регистрацию. Все. Вас никто не видел. Никто не слышал. Вас никто никогда не узнает, что вы это делали. Ваш грех останется в тайне. В тайне. Если не раскаетесь, станет явным и всем на суде. И сейчас он явен только для Господа. Вот и все. Бога нашего, Иисуса Христа. Вот и все. Я говорю, я вас не поношу, не позорю. Я говорю, я мог бы все это придумывать. Мог бы притчи рассказывать. Но это реальная жизнь. Это реальная жизнь. Вот я перешел на канал этой Ирины Риде. Че я тебе плохого что-то сказал? Нет, я же вижу живой канал. Ты там что-то говоришь. Я не буду ничего сильно разбирать. Я тебе сказал. Это моя дверь. Я род тебе, пожалуйста. Вот я смотрю, ты там. Сейчас я послушаю обязательно, что ты там говоришь на своих каналах. Это очень хорошо, что я сразу не посмотрел. Но даже посмотрел, я бы делать эти выводы никакие не стал бы. Я говорю, потому что тут именно, там голос есть. Ты что-то говоришь тоже. Можно сказать, авторский канал. Я так понимаю, с разоблачением всего и вся. Хотя, может быть и нет. Я, может, ошибаюсь. Я еще не посмотрел. И опять это твое дело. Делать, что хочешь. Лучше поносить всех, если там. Может, ты просто высказываешь свои мысли. Может быть и так. Не знаю. Посмотрим. Вот так вот. Поэтому как же я тебе рот затыкаю? Пожалуйста, выговаривайся. Кто тебе не дает-то? Но в помойке жить невозможно. Мы свои двери закрываем, чистим здесь. Поэтому вот так вот. Ну все. Я вас всех нежно целую. Крепко обнимаю. Все мои контакты для связи. Кто желает по скайпу, пожалуйста. Вы не прячетесь. Включаем камеру, записываем видео. Можем выкладывать. Можем нет. И общаемся. А если у вас нет желания никакого общаться? Я уж это знаю, ты что жоп там профил. Зачем мне все это вообще нужно? Ты никогда с этим человеком не будешь общаться. Ты ему не люб. Тейт я сейчас про себя. Что толку-то? Че с ним выяснять? Ну чего с ним выяснять? Зачем ему вообще это все надо? Он зазомбирован своим культом. Ты ничего с этим человеком общего все равно никогда у тебя не будет. По крайней мере на этой земле. Зачем все вот это? Не зачем. Жизнь очень простая. Проповеду истину. И этим найдешь себе настоящих братьев и сестер. Вот и все. А это к чему все это? Ну да, иногда приходится поспорить, как Иисус ходил где-то. За ним вечно бегали эти ужаленные жалы. Потом за его учениками. Ну и что? Ну вот чуть-чуть. Чуть-чуть. Поговорили об этом и хватит. А превращать в это свою жизнь, это можно с ума сойти. И все эти советы по поводу того, что это норма и так надо делать. Ну вы сами так поживите, а потом вы будете эти советы давать. Вот так вот. Подписывайтесь на мои каналы. Ставьте лайки. Обязательно. Кому полезно, отрадно, назидательно мое служение. Поделитесь. На ютубе, в социальных сетях. Этим роликом, если считаете нужным, с кем хотите. Ну и помните, как Господь говорил, что вы зовете меня, Господи, Господи, Иисус Христос. И не делайте того, что я говорю вам, но вам, слушающим, говорю. Любите даже врагов ваших, благотворите даже ненавидящим вас, благословляйте даже проклинающих вас и молитесь за обижающих вас. Заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы, да любите друг друга. Братья и сестры, будем любить друг друга не пустословием, а делом из истины.